На этой неделе глава района посетил села Шибунино и Гранзаводск. В Шибунино мэр побывал в общеобразовательной школе. Оценил строящуюся по программе инициативно-бюджетирование лестницу к образовательному учреждению. За этот общественно значимый проект в минувшем году проголосовали жители села. А уже 1 сентября нового учебного года учащиеся пойдут в школу по новой лестнице. В текущем году в рамках программы «Молодежный бюджет» около школы начнется строительство спортивной площадки для занятий летними и игровыми видами спорта. Осмотрев территорию сельской школы и детского сада, Алексей Шабельник отметил высокое качество благоустройства. Для занятий малышей здесь оборудована метеостанция. Посещая села, особое внимание мэр городского округа уделял осмотру состояния дворов и жилищного фонда. В Шибунино отремонтированы фасады всех семи благоустроенных домов. Произведен ремонт дворовой территории, а вот качество ремонта одного из домов есть замечание. Новая дверь в подъезд не закрывается. Ни одного раза не закрывалась, она перекошенная. Глава района дал специалистам районной администрации поручение связаться с подрядчиком и обязать устранить неполадки. Есть замечания и к состоянию подъездов многоквартирных домов в селе Горнозаводске. В домах по улице Советской 11А и 13А начались работы по ремонту инженерных сетей и кровель за счет средств фонда капитального ремонта. Глава района подчеркнул, что в текущем году необходимо отремонтировать и подъезды. Мэр поручил взять на контроль ремонт козырьков подъездов дома номер 97 по улице Центральной. Их состояние не выдерживает никакой критики и представляет опасность для людей. Управляющей компанией также необходимо почистить подвальные помещения. Не в лучшем состоянии находится и одно из крылец дома номер 7 по улице Артемовской. С просьбой отремонтировать крыльцо, а также установить освещение во дворе, к мэру обратилась одна из жительниц дома. Вот это отрежьте сразу. Возьмите тишки. Необходимо отметить, что вопросами освещения улиц и дворов в Горнозаводске руководство района занималось достаточно серьезно. И данная тема закрыта практически полностью. Вместе с тем все еще остаются отдельные неосвещенные участки, о которых сообщают жители. Мэр поручил работающим на территории села специалистам лично пройти вечером по селу, чтобы выявить такие участки. Помимо дворов и жилфонда, Алексей Шабельник проинспектировал ход обустройства тротуара по улице Советской от Дома культуры в сторону Сахалинского политехнического центра, а также подготовки к асфальтированию данного участка. Эти работы будут проведены в текущем году. Также мэр поинтересовался сроками окончания работ и весьма критически отнесся к тому факту, что по проекту пешеходная дорожка упирается в компенсатор теплотрассы. Глава района поручил доработать проект совместно с работниками Невельских коммунальных сетей. Также мэр городского округа осмотрел территорию детского сада Рябинка, где требуется ремонт асфальтовой дорожки, и побывал на месте строительства многоквартирных домов по улице Советской, в которые будут расселены граждане из признанного аварийным жилфонда. Глава района поручил специалистам администрации ежедневно докладывать о ходе работ, чтобы не затягивать возведение нового жилья, которое ожидают люди. Наталья Кукушкина, Виталий Войко, Невельские новости.